всем привет сегодня будем делать сандалики макроступы для того чтобы заливать как она называется самовыравнивающуюся стяжку нивелирка для этого нам нужны болты петли и фанера и сейчас мы из этого всего будем собирать сандалики так надо померить обувь сейчас мы ее померим и отрежем фанеру с запасом сначала очень отрезали мы две заготовки сейчас надо поставить ногу в обуви на фанеру и обвести ее карандашом это все нормально это рабочий процесс что все так будут делать да и чрезмерное употребление табака придет вашему здоровью это нормально это мало ли один есть скажем да ну все сейчас ее можно будет выпиливать я рисую другую да ты пока рисую другую так а и а и 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 так одна форма у нас есть сейчас нам нужно обозначить место где сгибается обувь так ставь поднимай как будто ты наступаешь вперед вот вот так вот да вот в этом месте у нас должна согнуться подошва подошва здесь и с той стороны так где ну где то вот тут вот все то есть вот вот по этой линии у нас сгибается сгибается это подошва из фанеры фанеры а фанера у нас собственно сколько 18 миллиметров 19 да фанера 19 19 сейчас нам нужно разложить опорные болты на этой на этом трафарете да ориентировочно для начала да то есть у нас вот на опорной части 4 и там а тот наверное не надо а этот у нас на сгибе не ну ну давай тогда сюда два и вот здесь два так вот да и сзади два да вот таким образом да тут может так чуть-чуть от края подальше то есть нет смысла центральное поставить нет нет у тебя опора на пятку на пятку на носок да на пятку на носок а это просто чисто для чтоб ты стоял что место да и место вот где-то примерно таком случае мы сдвигаемся чуть-чуть нет она же не смотри у нас снаружи ну да а давай сначала мы вот эту петельку прикрутим а уже от нее будем ориентироваться да а вокруг нее мы поставим болты сейчас нам нужно разрезать этот сандалик пополам по этой линии и прикрутить петлю чтобы фанера сгибалась ну отлично ты это не вырезай это сам процесс рабочий мы думаем же по месту мы думаем по месту потому что нету готового рецепта точно так мы приложили как бы разрезали фанеру приложили петлю обвели ее карандашом вот теперь это место надо углубить вот здесь сделать поглубже чтобы петля вошла и посмотрим может быть и под саму вот это вот как она называется петля под металл ее тоже сделаем выборку на толщину самой петли да на толщину металла вожу давай готов да или то есть мы уже одну запилили так вот аккуратненько так можно за несколько раз чтобы она не так ну сейчас мы ее будем примерять и углублять вроде так так петля у нас вниз идет о так вот здесь немножечко еще надо вот в этом месте и вот тут просто подровнять и все чтобы она села адекватнее как бы да а это мы сейчас ножом подрежем в общем хорошо что это фанера потому что она слоеная и мы можем ее вот так подрезать и поднимать слоями думаю одного слоя хватит здесь не отвлечь все пока в общем мы подрезали один слой вытащили вот и подкорректировали глубину вот этой выемки теперь сюда петля прекрасно ложится мы ее закрепим саморезами по всем отверстиям да ну покрепче пусть и обычными двадцать пятыми саморезами если они выйдут у нас сквозь фанеру мы их вытащим да мы их подрежем выкрутим подрежем вкрутим обратно есть там резкость резкость и хорошо что это триплекс то бы доска простая раскололась бы да они кажется торчать будут вот ну и пусть я чувствую что ноги в жир гипсокартон да нормально о отлично в общем так что с этого мы сейчас его выкрутим саморез например вот этот и откусим его а чтоб понимать да мы его откусываем вот просто кончик ну на пол сантиметра можно поменьше да можно поменьше вот да вот все он уже не торчит ну практически то есть вот так мы откусываем все и у нас вот а так еще надо будет наверное подрезать вот так уголки чтобы она могла сгибаться дальше да и не вырывала нам шурупа да и не вырывала шурупы ну пока что мы займемся так короче укоротили саморезы нормально да подрезали фаски теперь у нас подошвость загибается аж вот так вот более 90 градусов более 90 градусов для ноги более чем достаточно а ну-ка вообще наступи на нее чувствуется это нет не чувствую я вообще не мешает все теперь надо расположить болты стой хоп да все ну как неплохо ну ты можешь еще по креплению потом отрегулировать не нормально в смысле ногу вперед-назад а вот так вот так нет этого достаточно вот прямо супер ну все значит располагаем болты все давай ставим можешь так сверху ставить а потом уже просверлим четыре четыре надо ну где-то так да что так а вот с этими а хотя если мы возьмем по краю страшно это же фанера она у нас крепкая да давайте там и два на пятку два на пятку я бы на пятку дал даже три вот давай вот так вот пусть будет как-никак упора нет нет если ты просто ногу поставишь вот так вот на пятку вот так то попадешь на этот вот ли у тебя будет нога вихляться а если стать на пятку без этого будешь проваливаться как думаешь так ну не знаю тогда может быть лучше поближе просто поближе вот так вот ну давай попробуем так если этого будет недостаточно можно будет добавить скажем да хорошо давай пока так а потом добавим третий если надо будет давай попробуем сейчас мы их обводим и сверлим отверстие сверлом вот этим по дереву пёрышком ну мне кажется у нас чуть чуть больше но сейчас так сейчас мы разберем не нам шляпки же надо втопить в общем нам надо сначала пёрышком просверлить на такую глубину чтобы шляпка села вот эта головка болта в фанеру то есть вот так будет стоять и шляпка должна быть заподлицо с поверхностью вот здесь вот здесь вот здесь все сфокусируем все давай круто не задевает по-моему я не прав там надо на третью поставить скорее всего а уже все а уже все равно сфокусируем сфокусируем ну наверно сфокусируем сфокусируем как они у нас будут в итоге вообще смотри как красиво ну-ка наживи одну гаечку сфокусируем 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 тоже вроде бы с шипами да с ремешками и с пяткой все как бы но они не гнутся вот мы думали для чего она такая ну давай демонстрирую прямо жестко я придаю усилия если я сейчас сделаю я сломаю естественно сломаю все оставляю в общем продавцы говорят вот же макроступы покупайте недорого 15 евро да но на самом деле это оказывается божья коровка прочитай где это написано сейчас дойдем ну вот первый вопрос был божья коровка что она тут делает для чего она нужна на стройке это для эко-нивелирки а это оказывается аэратор для газонов короче ходите по газону и в нем делаете дырки трава лучше растет вот в чем подача кислорода да да подача кислорода воды и всего прочего в общем продавцы рассказывают что это макроступы для стройки поэтому мы вот делаем свои реально брутальные сандалики ну давай уже будем по чесноку мы изначально не сообразили по поводу задника пятник я пятника хотя вот пятника на ходулях эти пятки есть откуда мы сняли ремешки там пятки есть да вот они ну вот так пришлось скатать в магаз докупить уголки обычные да и ленту и лента ну нам остались как бы что-то а пряжки остались так сделать в общем сделаем пряжку и посмотрим как все это выглядит в собранном виде да так короче готово это у нас уголок упор для пятки мы его хотели сделать поменьше красивым но уже пускай остается как есть как бы хуже не будет ремешки пропустили через болты закрутили все нормально держится мы думали сначала сделать сюда застежки какие-то ну застежек у нас нет а пользоваться уже как бы надо поэтому мы их оставили длинными чтобы можно было завязать на узел покажи как смотри ну-ка давай вот один уже завязанный и второй да но они реально длинные надо будет обрубить нет обрубить можно уже как по факту сколько надо но просто удобнее допустим тянуть за длинные ну так то да есть и второй вот такие нужны вот этого достаточно чтобы зафиксировать так чтобы я сейчас сальто да может что на пару узлов о ну-ка походи ну и как они а реально а ну-ка встань красиво как это модель да да сейчас как они надо да я тоже не знаю ха-ха-ха нет в целом идеально то есть где сгибается нормально так да вот смотри как я иду я прямо и иду реально не напрягаюсь нет такого что я перебегаюсь как цапля вот тоже когда поедешь на машине ты их снимешь ха-ха-ха нет знаешь как в магазине купил новую обувь и сразу уехал в ней ха-ха-ха так и я сейчас в принципе как бы удобно да просто супер ага и больше мудрить ничего не надо но вот это ха-ха-ха я не планировал сегодня газоны топтать ха-ха-ха ха-ха-ха да ну ладно короче 15 евро ну не знаю мы чуть-чуть придумали с ними ну если обругить концы острые ага в принципе пару объектов не потянут но лопнут сто процентов это но у них хорошего только по-моему ремешки ну разве что ремешки снять этот пластик он тоже не мешает доверия это более надежно да ладно ну-ка дай стой ровно я пошел стой красиво видите я еще вот так вот кадрик сделаю ага вот вот так да да вот так нога разгибается короче все вот это больше ничего не надо чтобы ходить все стой ровно это супер закругляемся да всем лайк всем лайк на вам лайк на то что вы до конца досмотрели и вам лайк зрителям тоже лайк все это работает это работает да и себестоимость реально в 3 копейки дешевле будет этих да дешевле реально реально падаю и не упал видишь все ну все всем пока финиш да еще один момент заключительный штришок чтобы резьба не забивалась смесью вот здесь ставим на нее трубку это термоусадка да допустим я как электрик скажу наверное да это термоусадочная трубка и обжигаем ее получается вот такая штука по красоте вот на этом точно все как художник художник это термоусадка да это термоусадка ну все знают о ней все знают да вот теперь точно все это 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 так это так это 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 есть Продолжение следует...